Яркая, красивая, артистичная хема прославилась на постсоветском пространстве благодаря картине Зита и Гита. Навряд ли кто-то из читателей не знает сюжета, но на всякий случай вкратце расскажу. История о двух сестрах-близнецах, разлученных в раннем детстве. Зита росла в доме дяди, в обеспеченной семье. Гита, похищенная цыганами, стала уличной танцовщицей. Несмотря на обеспеченную жизнь, Зита была настоящей золушкой в доме дяди. Скромная, послушная, можно сказать забитая девушка мало походила на избалованную наследницу. В свою очередь Гита обладала сильным, волевым характером и могла поставить на место кого угодно. Череда случайностей заставила девушек поменяться местами. Зита попала в бедный район, а Гита в дом дяди. В конце фильма героини знакомятся друг с другом. Каждая из них обрела не только сестру, но и любимого мужа. Думаю, после этого фильма большинство зрителей не интересовались фильмографией актрисы. Ее первой работой стал фильм «Продавец мечты» 1968 год, в котором ее партнером стал Радж Капур. Всего Хема сыграла более чем в 160 картинах. В 35 из них Малини работала в паре со своим мужем Дхармен Дрой. Помимо Зита и Гиты нашему зрителю могут быть известны их совместные фильмы. «Красивый и упрямый» 1970, «Любимый Раджа» 1972, «Месть и закон» 1975, «Король джунглей» 1976, «Приключения Али Бабы» и «Сорока разбойников» 1979, «Самрат» 1982. За все эти годы Хема исполнила множество разноплановых ролей, «Преданная жена и мать исторических личностей», «Мирра» 1979, «Дочь султана» 1983, «Женщина со сложным социальным положением», «Забытая жена» 1975, «Судьба вдовы» 1986. В некоторых фильмах актриса блестяще исполняла номера с классическими танцами, «Прекрасная танцовщица» 1970, «Возлюбленная» 1976, «Сокровище древнего храма» 1983 и т.д. Вполне заслуженно и оправдана Хема Малини награждена государственной наградой за вклад в развитие кинематографа Индии. С начала 2000-х актриса ведет активную политическую деятельность. В 2003 году была избрана депутатом Верхней палаты парламента Индии от Индийской народной партии. В 2014 году была избрана депутатом Нижней палаты парламента. На личном фронте актрисы также все прекрасно. С 1980 года она состоит в браке с актером Дхармен Дрой. У звездной пары двое дочерей – Иша и Ахана. Первая пошла по стопам матери, вторая занимается танцами в стиле бхаратанатьем. Несмотря на то, что актриса 1948 года рождения, ее активности, жизнелюбию и энергии можно только позавидовать. Хема Малини настоящий пример для любой женщины. Согласны? Делитесь своим мнением в комментариях.